Ваше объединение тоже занимается организацией разнообразных форумов, мероприятий, конференций. И поэтому особую ценность Ваше мнение представляет. Как организован Питерский форум, на Ваш взгляд? Что Вам понравилось, а что не очень? На мой взгляд, Петербургский форум организован на хорошем, достойном уровне. Я уже участвую в нем третий год подряд, собственно, с самого начала. И объединение корпоративных юристов является стратегическим партнером. Нам это приятно, мы гордимся этим званием. Наверное, залог успеха форума – то, что подготовка, особенно в течение последнего года, велась уже весь год. Вы, наверное, знаете, были выездные заседания форума в Риме, в Лондоне, в Гааге. И что замечательно и правильно, я взяла это на заметку, темы, выносимые на форум, не все, но часть из них, уже обсуждались на зарубежных площадках с участием министерств юстиции, других министерств. Что касается уже петербургского самого мероприятия, то, конечно, я, как житель Петербурга, очарована выбором площадок организации. Вот от души вам скажу, новая сцена Мариинского театра для пленарного заседания – что-то невероятная идея организаторов, и мне она очень понравилась. Содержательная часть готовится также в течение всего года. Почему я говорю об этом, может быть, с таким жаром? Потому что объединения корпоративных юристов участвуют в подготовке тем. Причем участвуют реально, не просто так. Мы собирались у Елены Адольфовны-Борисенко, заместителя министра юстиции, юристы, директора, вице-президенты, члены объединения крупнейших российских международных компаний. Еще месяцев пять назад обсуждали, какие бы темы мы хотели услышать здесь. Затем мы собирали эти темы, мы их отсеивали, обсуждали. И вот… То есть работа была такая оживленная? Работа была оживленная, и работа была, знаете, с нашими юристами, которые предлагали, и эти темы были в большинстве своем восприняты организаторами форума. И сегодня мы приходим на те столы по тем темам, которые мы предлагали. Вот тема роли юриста, главного юриста юридической функции, заботит объединение корпоративных юристов уже давно. Мы будем говорить о радикальном развитии функционала юриста корпорации. То есть от обычной его деятельности, анализирования договоров, аналитическая деятельность, к вопросам комплаенса, GR, должны ли эти полномочия входить в функционал юриста, или они могут существовать параллельно, и юрист только лишь сотрудничает, взаимодействует с этими отделениями. Вообще вопросы могут со стороны показаться такими, может быть, организационно-техническими человеку, который не находится сам внутри бизнеса. Но в действительности это совершенно не так. Это и успех бизнеса, и не только вопрос, кто круче, кто главнее, а это вопрос грамотного построения всего бизнеса, сокращения сдержек. Ну согласитесь, когда несколько функций дублируют, допустим, делают одну и ту же работу. То есть руководители корпорации, они относятся спокойно к тому, что вы юристы корпоративные, хотите расширить свои функции, и в общем, по большому счету, претендуете на ключевые роли в этих корпорациях. Ну вот хороший вопрос, как относятся к этому руководители? Нередко юристы рассматриваются, что уж говорить, греха таить, как такие договорники, подспорья, обслуживающий персонал, обслуживающая функция. Мы же сейчас, и сейчас так люди настроены, что сильные личности, они претендуют на лидерство. Или им неинтересно. И наша задача помочь вот этому лидеру найти себе свое место в компании, с тем, чтобы он помог бизнесу и принес ему ценность. Ну и чтобы руководитель, конечно, был удовлетворен таким сильным юристом и был готов к тому, что юридическая служба является не только обслуживающей функцией, и не столько, это все равно ее задача сохраняется, но и бизнес-партнером.